Игорь Манн, с двумя сетками, с книгами, из-за зона. Они мне отправили тонну сухофруктов. Это же надо иметь такую силу воли. Кобики пресса уже есть. Фантастическое количество. Очень важно качать любому предпринимателю. В маркетинге они боги. Просто мозг взрывается. Шампунь будете рекламировать? Если он поможет отрастить волосы, да. Как будто нечестно, это манипуляция, нет? Если она прямо не похожа на рекламу, ну ты гений рекламы. Игорь, вот свою энергию и свой фокус внимания сейчас вот в сегодняшних условиях. На что вы больше направляете? У меня есть несколько направлений. Бизнесы, которые я стартовал какое-то время назад. И когда бизнес стартует, я очень много занимаюсь им при старте. Для того, чтобы потом мне не было за него обидно. Ну, чтобы не было такого, что фу, Манн сделал какую-то ерунду. И когда ты рассказываешь и выступаешь, люди такие, а что он делает? Потому что сейчас, конечно, большой спрос на практиков, которые не только говорят, но что-то делают. Поэтому сейчас я, честно говоря, новые проекты не запускаю. Игорь Манн, 58 лет. Кандидат экономических наук. Самый известный маркетер России. Спикер, писатель, издатель. В большей степени я сфокусирован на выступлениях. Ну, потому что я востребован. И второе, на проекте, который у нас уже 8 лет существует. Это консалтинговая компания «Манн червенных партнеры». Мы работаем с застройщиками, с девелоперами. И мы помогаем им лучше выстраивать маркетинг, лучше выстраивать продажи, делать более востребованные объекты. И вот это очень интересное направление, которое меня захватило. Мы написали уже с моим партнером 5 книг вместе. Он написал 6 книгу про работу управляющих компаний, которые создаются при жилых комплексах. И, собственно, поработать успели с семью странами, в семи странах с большими, с несколькими десятками девелоперов. В общем, есть что рассказывать этой аудитории. И я очень много пишу. Сейчас я вышел на такой этап жизни, когда мне хочется по максимуму отдать все, что у меня есть в голове, но чтобы условно осталось какое-то наследие. И только в этом году я написал уже 10 книг. Они изданы уже, все 10. 8 изданы из 10. Ну, это был такой условный спор с самим собой. За год написать и поставить на книжную полку. Ну, да, так же, как когда я рассказываю, что я прочитал 553 деловых книги, и люди тоже говорят, что невозможно представить. Да, ну, слушайте, вы технопарк свой за 6 месяцев на Спартаке построили. Мне тоже кажется, это нереальная история, когда ты видишь объем. Поэтому, ну, это здорово, когда мы можем друг другу удивлять. Вот мне очень хочется написать 10 книг, и в следующем году я думаю, что я доведу общее количество книг до 50, и можно будет немножко остановиться. Потому что я еще обещал книгу переписать номер один. Я обещал написать продолжение книжки «Маркетинг без бюджета». Еще 50 инструментов. И еще такой незакрытый гештальт. Я обещал написать книгу про личный маркетинг. И я ее обязательно напишу. Она будет называться «Личный маркетинг без бюджета». То есть я смешал все. Но получится действительно такое руководство по тому, как создавать свой личный бренд. И после этого мне бы очень хотелось что-то снова найти. Может быть, новый проект. Может быть, какой-то новый бизнес, который я смогу запустить и получить кайф от того, что ты… Вот это каждый новый бизнес как ребенок. У меня двое детей. Я помню, первому сыну было 13, когда родилась дочь. И вот разница между ними 13 лет. Ну, нормально. Ты все помнишь. Руки помнят. Как качать, как кормить. Все помнишь, как гулять. Мне кажется, что с каждым бизнесом ты становишься все лучшим-лучшим отцом для бизнеса. Это все ошибки, которые можно было совершил. Да, конечно, есть много неопределенностей, которые возникают, черных лебедей, которые прилетают. Но мне кажется, что вот мне для того, чтобы, оглядываясь в прошлое, сказать, блин, это была классная жизнь, не хватает еще какого-то проекта. Вот есть все-таки компания, которая известна всем. Это MAN, Иванов и Фербер. Есть компании, которые известны всем на рынке девелопмента. Это MAN, черепных партнеры. Вот что-то хочется сделать еще. Я думаю, что это будет. А какая сфера это могла бы быть, на ваш взгляд? Мне кажется... На уровне интуиции? Не знаю. Вот прям абсолютно не знаю. Может быть, это будет продукт питания. Может быть, это будет, не знаю, что-то связанное с фитнесом. Я, честно говоря, не знаю. Но я просто понял, что мне не очень интересно создавать похожие продукты. То есть вот мы сделали издательство «Книги ум». Это маленькое нишевое издательство. У меня есть компания. Это интернет-агентство. Компания «Лидмашина». Ребята находятся в Рязани. И мой партнер, он говорит, Игорь, хочу издательство. Я говорю, ну, у меня уже есть издательство. Он говорит, очень хочу издательство. Я говорю, ну, хорошо, давай сделаем. И у нас такое маленькое издательство. И мы всегда говорим, что мы единственное в России интернет-агентство маркетинга, агентство интернет-маркетинга со своим издательством. И мы к клиентам сразу приходим с подарками. Это так действительно открывает двери. И мы запоминаемся. Но там нет каких-то амбиций. Но по второму разу идти неинтересно. То есть я уже один раз сделал хорошее издательство. И мы реально просто повторяем какие-то штуки, которые мы делали раньше. А если мы что-то делаем, ну, раньше, чем старший брат, я рассказываю про это мифу. И мы тоже это делаем в издательстве. Манаманов и Фербер. Поэтому мне точно хочется что-то вот совершенно новое. Игорь, а помните, сколько вам лет было, когда вы первую книгу издали, написали? Какое чувство вы испытали при этом? Я работал в Австрии. Это был 2002 год. Книга вышла в 2002 году. Я родился в 65-м, то есть 37 лет. У меня совпало. У меня одновременно родилась дочь. Это был второй ребенок. И вышла книга. Они практически вот случились одномоментно. И я даже не знал, чему больше радоваться. Единственное, я должен признаться, что, конечно, чувство рождения дочери перевесило радость от появления книги. И я все равно помню, это вот как два ребенка у тебя. Поэтому я всегда, когда вижу какого-то человека, который мечтает стать автором, я говорю, слушай, у тебя будут какие-то совершенно неожиданные чувства, когда книгу получишь из издательства. Это как вот ты ребенка получаешь в роддоме на руке. И это такие схожие чувства. А потом это притупляется. То есть сейчас, когда я получаю очередную книгу, это просто как галочка такая. Хоп, наконец-то она вышла. Потому что для меня сейчас сдал книгу в издательство. Это по факту даже я уже не жду вот этого процесса получения книги. Потому что я считаю, что я ее написал, и формально книга готова. Поэтому я сейчас говорю, что я написал 46 книг, но на полке сейчас стоит 44. Поэтому я могу сказать, что это какие-то, ну, прям незабываемые чувства. Потому что вот когда, еще раз, я работал в Австрии, и книга вышла в издательство Питера, в России, и они каким-то окольным путем мне ее передавали, я раскрываю эту посылку, книга, и там моя фотография, не знаю, там мой текст, то, что я как бы писал, вот она написана, напечатана. Ну, крутые чувства, крутые. Я всегда говорю, пишите книгу, это будет что-то незабываемое. Я почему об этом спрашиваю? Как раз книги, как быть номер один, как раз пишут, что каждый, ну, цитаты не помнят, что каждый уважаемый должен книгу написать. У меня вот такой вопрос из любопытства. Вот как вы считаете, чтобы мне написать книгу, что для этого нужно мне сделать? Напрячься. Ну, просто сделать это вашим приоритетом. То есть я знаю, что, ну, я верю, я уверен, что вы целеустремленный человек, и как только вы сделаете это одним из своих главных приоритетов на следующий год, поверьте мне, книга появится. Ну, просто как, вы же знаете, есть цель, вы ее декомпозируете. Ну, я сейчас вам расскажу, как книга пишется. Я это не первый раз делаю. Вам нужна идея, то есть о чем это будет книга. Второе, вам нужно название. Третье, вам нужно содержание. И четвертое, вам нужно содержание просто разбить на главы, и потом каждую главу там писать с какой-то скоростью. Мы предложим сейчас, у меня будет эксперимент, я буду выкладывать книгу «Личный маркетинг без бюджета» в телекрам-канале, где-то одна глава в неделю, а может быть, две главы в неделю, мы сейчас с издательством решим. И, соответственно, ты понимаешь, что есть обязательства, читатели ждут, и ты просто замотивирован тем, чтобы книгу выпустить. Поэтому самое главное, просто понять, о чем книга, в каком на жанре, это, не знаю, там, притчи, это истории жизни, это автобиография, это, ну, как вот татуировки у Максима или правила жизни и бизнеса у меня, то есть вопрос, в каком она будет формате. Все, и как только ты понял, может быть, еще такой лайфхак, попробуйте представить, для кого вы ее пишете. То есть вот берете, предположим, и пишете ее для кого-то, для какого-то, не знаю, там, человека, которого вы видите своим преемником, или для своих родителей. И вот тогда книга просто получит некую человечность. То есть когда ты обращаешься к одному человеку, и ты разговариваешь с ним, кайфово всегда получается книга, по-другому не получается. Тоже практически у вас там к 50 книгам вы подбираетесь. У вашего поклонника, Филиппа Котлера, 80 книг. Планете его обогнать? Нет, его невозможно обогнать. Я с ним знаком лично, и когда я звоню его команде, я не общаюсь с Филиппом сейчас, но общаюсь с его директором института Котлера. И я все время, когда мы с ним на связи, спрашиваю, как там поживает Филипп. Они говорят, прекрасно, 92 года, готовимся к столетию. И он каждый год выдает новую книгу. И у него есть большое преимущество. Я знаю, что любой человек мечтает о том, чтобы написать книгу с ним. Его команда даже мне писала письмо и говорила, Филипп хочет написать книгу про маркетинг в России. Для меня это была большая честь. Единственное, что я не пишу так, как пишет Филипп. А он пишет, ну, он немножко научно-академично, а я практично. И у нас обстоятельства на стиле не совпадают. Я сказал, спасибо, но я не принимаю это предложение. Я не могу. И они такие, вы не поняли, Филипп предлагает вам написать совместно книгу про маркетинг в России. Я говорю, это не мое. Я не могу это написать. Я такой шанс профукал. И иногда меня спрашивают, какие у вас там по жизни разочарования. Я такой думаю, какой же лапух, что я все время сказал. Нет, тебе второй раз это не предложат. Но я его не обгоню, потому что есть масса людей, которые хотят с ним написать книгу. Я думаю, что он тоже хочет отдать максимально человечеству. И у него выходят регулярно книги, на которые его фамилия. Может быть, он уже сам не пишет, в чем я сильно сомневаюсь, потому что когда я его видел, не знаю, 8 лет назад, это был просто светоча разума. И вот в достаточно здоровом теле был просто потрясающий мозг. Поэтому, наверное, нет. Но хотя кто его знает, и все-таки, мне кажется, писать учебники или писать пособие на самые различные темы гораздо проще, чем писать книги практически. Но у меня есть преимущество. Я пишу не только про маркетинг, только про календару. Я начал писать книжки про все, что угодно. Это правила жизни и бизнеса. Или, предположим, книга у меня есть «Смотри, как смотреть кино, сериалы». Или книга «Читай». Сейчас у меня выходит книга «Планируй», о том, как планировать каждый год своей жизни и по максимуму достигать результатов нужных. Или книжка про личную эффективность. Ну, если Филипп такие не пишет. Но объективно моя продуктовая линейка, которую я вижу, это примерно еще дюжина книг. И пока у меня как бы все остальное там в горизонте, ну, в тумане. И поэтому получается 46 плюс 12, это 58. Ну, может быть, у меня будет 60 книг. Но вряд ли больше. Хотя, никогда не говори никогда. А кем мечтали в детстве стать? Я мечтал быть летчиком военным. Для меня была такая ролевая модель. Есть такой летчик-остребитель Кожедуб. Иван Кожедуб. И я прям мечтал быть летчиком. Все книжки про него читал. У меня модели самолетов были. И я очкарик был. И было понятно, что как бы мне не светит. Ну, тогда еще не делали опираться на глаза, водить там самолет в очках. Ну, как-то такого не было. И мне пришлось реквалифицироваться. Большое спасибо родителям, что они меня вытолкнули из Тольятти. Потому что я родился в Одессе. Но родился там буквально там месяц пробыл. И потом папа был военным. Я уехал в Ангарск, из Ангарска в Тольятти. И я прожил там все свое детство там с 5 лет до 17. А потом поступил в Московский институт управления. И всю жизнь жил в Москве. Кроме двух лет службы в армии. Это опять же меня отправили в Самару. И 3 года, когда я работал в Австрии. Поскольку жил и работал в... Ну, жил, работал, но на практику ходил на Волжский автомобильный завод. Я как бы не мыслил, что я буду оторван от Волжского автомобильного завода. Мне казалось, что я пойду сейчас поучусь в Московском институте управления мистер Гуарджин Кидзе в факультете строителям и вернусь на Волжский автомобильный завод и там кем-нибудь стану большим боссом. А потом случилась перестройка и, собственно, я встретил свою жену, которая из Москвы и, собственно, я остался в Москве. Ну, а на заре вы как бы своей карьере понимали, что будете бизнес-спикером, будете писать книги? Нет, нет, нет. Вот именно пойду на завод, на завод будут собирать автомобили. Да, да, да. Вот я прям... А где вот этот происходит, вот этот тумблер, щелчок. В институте вот переключился я на маркетинг совершенно в совпадение, прям в совпадение. Я был секретарем комитета комсомола освобожденным факультета и у меня было очень много всяких там встреч, не знаю, там собраний. И я, значит, с одного собрания опаздываю и врываюсь на урок, ну, это была там на лекция по политинформации, как бы политэкономика зарубежного подоправления и раздают рефераты. И остается там, не знаю, там с десяток тем, которые еще не разобрали. То есть кто-то не пришел и кто-то опоздал. И вот мне остается там несколько тем, и там самое понятное слово из тех, которые я мог понять, это слово маркетинг. Оно такое, казалось мне, дружественное такое. И я взял эту тему, пошел в библиотеку и оказался одна единственная книга на эту тему и она называлась «В паутине маркетинга». Я тогда понял, что маркетинг это что-то плохое, потому что маркетингом капиталисты из бедных трудящихся выжимает все соки, заставляет их заходить, ну, залезать в кредиты. Важный строй. Да-да-да-да-да. Ну, то есть облачение полное. Но это было так интересно написано, то есть как бы видно, что человек эту тему любил. И были прикольные примеры. Стимулирование продаж, реклама, не знаю, там, создание спроса. Я такой, ну, сделал курсовую работу и мне там поставили отличную оценку, и я такой думаю, дай-ка я диплом на эту тему напишу. А диплом не дали написать, потому что сказали, что маркетинга в Советском Союзе нет. Ну, потом был развал СССР, и, собственно, я даже кандидатскую диссертацию одним из первых по маркетингу в России защитил. Я знаю, что она называлась, я помню, что она называлась организация маркетинга машестроительной промышленности. И многие люди потом защищали диссертацию по моей диссертации, убирая машестроительную промышленность, там написалось сельское хозяйство или, не знаю, там, в какой-нибудь другой промышленности. Потому что это был такой готовый костяк, который можно было наложить на любую отрасль. И слава богу, что я не остался преподавать в институте. Я до института два года с первого курса меня не успели призвать, а призвали со второго. Тогда я был Афган, и призывали. На два года снимали бронь, и я попал в армию, в войска связи, и меня оставили в учебке. То есть я сначала был в учебке связи, и потом на меня смотрят, ну, как бы студент, второй курс, вроде бы как взрослый, отсознанный парень, там комсомолец, и мне говорят, давай там типа оставайся в учебке. Я говорю, ну, окей. Я остался в учебке, и я, когда вернулся на гражданку и стал преподавателем, я был таким же строгим сержантом, которым я был на учебке. Я просто гонял студентов. Ну, то есть вот тогда, когда можно было не гонять, я на всякий случай гонял. И очень многие мне благодарны. У меня есть прямо несколько таких студентов, которые пишут мне, спасибо большое, я там достиг всего там благодаря вашим урокам. Ну, конечно, некое привлечение, но в любом случае спасибо. И я, поскольку студентов гонял, они меня выталкивали из института, и они такие, Игорь Борисович, вы такой умный, что вы делаете в институте, идите на поработайте, за большие деньги заработайте. И меня вытолкнули из института, и я начал работать сначала менеджером по маркетингу, коммуникациям, потом коммерческим директором, потом директором по маркетингу и так далее пошло. И, собственно, апофеоз моей карьеры в маркетинге, это была работа, компания Avaya отвечала за маркетинг. Телеком. Да, в 74 странах мира, это Центрально-Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, и потом еще мне дали Западную Европу, всю, кроме Германии и Великобритании. Это был такой очень ответственный участок, и я прямо реально понял, что такое политика, ну, вот в больших компаниях, потому что было минимальное количество работы, которое было очень много, когда ты был директором по маркетингу в стране, и очень много отчетов, встреч, презентаций, не знаю, там, выполнение планов и так далее. И, честно говоря, мне эта работа не очень нравилась, и с большим удовольствием вернулся в Россию, тем более в 2003 году Россия просто перла. И опять был такой у меня некий дауншифтинг, я вернулся уже из Avaya в Алкотель, и начинал опять директор по России, потом директор по СНГ, а потом мне уже хотели дать опять Восточную Европу, и тут появилось издательство, пришли ко мне два парня, Миша Иванов и Миша Фербер, и говорит, давай сделаем издательство. Таким образом, мне удалось весь практический опыт, который, ну, теоретический опыт и весь практический опыт, который я наработал, вот вложить в миф и сделать его брендом, который все любят. Спасибо еще раз за то, что вы нас цените и любите, который быстро обрел какую-то базу лояльных фанатов, которые нас рекомендовали, продвигали, советовали. Ну, были, конечно, супернаходки. И, предположим, я пришел к Теме Лебедеву, а Тема Лебедеву был удивительный. Я тогда работал в Lusen Technologies, и нужно было сделать сайт компании. И я обратился к Теме, и я был у него вторым клиентом. И он вот, я помню, пришел такой пацан, я сам тогда был тоже молодым достаточно, и так классно сделал нам сайт. Ну, прям он удивил даже мою европейскую штаб-квартиру, они сказали, клевый сайт. То есть, Тема уже тогда сделал хорошо. И когда мы делали издательство, я думаю, надо обложку заказать у Тема. Мы приходим к нему и говорят, Тем, сделай обложки. Он говорит, ну, я сделаю, но вам, возможно, как бы не понравится, будет восприятие. Он вот это придумал гениально, вот эту белую серию, которая, ну, просто белая картинка, и я еще добавил туда нумерацию, как у журналов. И вот это стала наша фишка. Белая книга, которая заметна была вот на книжных полках, потому что это был такой многоцветия всякой литературы. Очень качественная печать и вот эта вот нумерация сквозная. И прямо народ обалдел. Качество, обложки от Лебедева, сквозная нумерация, какое-то количество фишек, которые мы придумывали. И, собственно, тогда миф полетел. И вот про личный эффективность говорите. Да. Пишите книги. А вот для себя как вы определяете, кто такой успешный человек? Который успел. Ну, то есть, это человек, который поставил для себя цель. Успел пожить или... Не, успел сделать. Успел пожить. Ну, тоже счастливчик. Успел сделать. Ну, смотрите. Давайте мой любимый период – это день и год. За год ты успеваешь много, потому что сейчас, ну, жизнь такая, что можно успеть все. Ну, то есть, нету проектов, которые ты можешь растянуть на несколько лет. Жениться – год. Развестись – год. Ребенка сделать – год. Сделать путешествие, там, годовое мечты – ну, хорошо, все равно год. Уехать на год куда-то. Дом построить – год. Ну, вы эти парки построили за шесть с половиной месяцев. Квартиру купить – год. Ну, то есть, вот скажите мне, что делается больше двух лет. Ну, больше года. Я не понимаю. Так вот, для меня очень важно, чтобы человек успевал проживать успешный день и успешно проживать жизнь. И в отношении дня я хочу сказать, что мой совет – это в смартфоне должны быть рядом два приложения. это твой календарь на день, куда ты записываешь те вещи, которые ты обещал себе и другим. Приложим, я обещал интервью вам. И я понимаю, что вот оно закончится, у меня появится свободное время. Я после свободного времени я сразу же иду в список дел. Я использую для этого программу и не иду. И моя задача – сделать все, что я записал в календарь и по максимуму сделать то, что у меня зафиксировано в календаре. И вот чем больше ты задачи успел делать за день, тем так засыпаешь, ты думаешь, ну, день был успешным. А по году у меня прям, ну, вообще такая рекомендация всем планировать свой год и прям прописывать свои цели по разным направлениям. Ну, там бизнес, там здоровье, семья, там личное развитие. Ставить какие-то цели, потом ставить 4 максимум макроцели. Ну, вот они у меня на смартфоне. И каждый раз, когда открываю смартфон, эти цели перед глазами. И я просто в них тыкаюсь. Я понимаю, что что-то я сделал, что-то я сделаю, а что-то я уже, к сожалению, не сделал. Но это прям очень хорошая напоминалка, которая все время перед глазами, я читал где-то, что человек от 250 до 400 раз в день тыкает в телефон. Деловые люди, наверное, еще и чаще. Поэтому еще раз успешный человек для меня, это тот человек, который по максимуму успевает за день и за год. А много таких людей? Мало. Раз мало. Сколько процентов? В России, я думаю, что таких процентов 15 от силы. А в мире другая пропорция? Мне кажется, что она от страны к стране зависит. Но, предположим, я больше чем уверен, что в Америке эта цифра побольше. В Германии эта цифра еще будет больше, чем в Америке. Потому что Орденг Мазайн. В Японии, мне кажется, эта цифра будет еще больше. Я много раз был в Японии. Мне кажется, там прям реально повернутые люди на эффективности, на умение в единицу времени сделать максимум. К сожалению, 15. И мне кажется, даже это на неделе такое легкое привлечение, может быть, даже меньше. Может быть, мы просто общаемся в кругу, который позволяет мне сказать, что 15. А выйди на улицу, там отойди подальше от Казани или от Москвы, и мне кажется, это бац, и упадет там до 0,5%. А есть зависимость между успешным человеком или его успехом и его заработком или его доходами? Ну, конечно, есть. Но даже если ты профессор, и у тебя как бы есть... Ну, то есть я просто знаю, что очень многих в институтах, при всем при том, что как бы есть единая там ставка по преподаванию, можно получать какие-то дополнительные деньги, если ты еще ведешь какие-то дополнительные проекты или там вовлечен в какую-нибудь, там, не знаю, там, проектную деятельность или там, не знаю, там, практическую деятельность. Поэтому мне кажется, что успешный человек всегда зарабатывает больше. Ну, так же было даже и при Советском Союзе. А за счет бремий, бонусов, там, не знаю, каких-то вознаграждений, чем неуспешный человек. Но просто не всем успешным людям для них мерило это деньги. Потому что творческий человек, для него там, ему не интересуют деньги, его интересует там количество там произведений музыкальных, которые он написал, или, не знаю, там, фильмов, которые он создал. Ну, сейчас в мире что-то случилось, или сломалось вот этот успешный успех, вы знаете, со всех углов, со всех инстаграммов, телеграммов, подкастов тех же самых. Перебор. И это как будто людей ломает, может быть, даже психологически. Да, слушайте, это даже... Особенно, когда ты в инстаграме-то посмотрел, что кто-то там на балле отдыхает, каких-то там дорогих машинных идёт. Это даже меня ломает. Я просто могу сказать, что если мы посмотрим на маркетинг, это очень сложная штука, там есть и продукты, и цены, и каналы продаж, и каналы коммуникаций. Я очень много там времени и сил положил на то, чтобы это понять, освоить, систематизировать. И потом ты видишь, что какая-то девочка говорит о том, что она сделала запуск за счёт сториз, и там заработала 8-80 миллионов рублей. Такой думаешь, как можно зарабатывать, не знаю, на просто рилсах, или на сториз, или на шортсах. Но мне кажется, что нормальный человек, он не ломается от того, что он видит то, что кто-то другой зарабатывает. Он такой думает, так, а как я могу заработать больше? Ну, такая нормальная мотивационная история, другие могут, а я чем хуже. Я думаю, что тут ещё надо понимать, что иногда нужно делить на 2, на 3, на 5, на 10, когда эти люди рассказывают про то, что они зарабатывают такие деньги, потому что им нужно создавать картинку успешного успеха, иначе к ним не придут. Многим людям не нужно, и многих вообще не интересует какая-то показуха, там, с точки зрения, там, машин, часов, не знаю, отдыха и так далее. А вот свои первые большие деньги, когда вы заработали, когда вы их перестали считать, что они у вас есть? Я до сих пор считаю. Ну, по крайней мере, ну, не знаю, там, в ресторане не смотрите, какое дешёвое блюдо, заказывают то, что хотите, и не всегда, наверное, помните ценники в магазине. Я последний раз считал деньги, когда работал в Австрии, я был очень высокооплачиваемый топ-менеджером, но в Австрии я попадал под науку 64%, и когда... От доходов, да? Да, да, да. И ты понимаешь... И наши божеские 13%. Да, да, да. И когда я вернулся, я, кстати, сильно торговался, чтобы не оставили мою зарплату, ну, то есть, чтобы она была такая же, как у меня в Австрии, хотя это было очень сложно, потому что я уходил на позицию там в разы ниже, но я когда вернулся, я обалдел. 13% налога. То есть, там 64%, тут 13%. И вот тогда я себя почувствовал богатым. И вот это была история, что если я в Австрии, реально, ну, как бы, двое детей, жена не может работать, ты единственный кормилец, вот это было тяжко. То есть, реально я там считал деньги, хотя внешне, казалось бы, ты топ-менеджер, там, директор по маркетингу, там, на крутой позиции, а вернулся в Россию и прямо ошалел. То есть, бац, тебе дополнительные 50% в кооплате только за счет того, что у тебя другой налог. А в списке Форд хотели бы оказаться? Нет. Почему? А я боюсь денег. Ну, я вот никогда не... Больших денег, наверное? Даже средних. Я думаю, что это какие-то комплексы, я сейчас рекомендую там прорабатывать с психологом, но мне абсолютно комфортно признаться в том, что я не хочу больших денег, я никогда не стремлюсь их зарабатывать. У меня есть какие-то хотелки, которые удовлетворил, и больше я не хочу. То есть, у меня есть машина, ей 10 лет, есть трехкомнатная квартира, приехал в двухкомнатную, когда съехали дети. И, по большому счету, я такой человек с очень небольшими потребностями. Это не значит, что я не мотивируюсь там деньгами, я не хочу зарабатывать больше гонорара или там иметь больше дохода, но вот деньги для меня не мотиватор. И там говорить про то, что я хотел бы в Форбс или там, не знаю, куда-то еще, нет, это не про меня. А на что не жалко потратить большие деньги или большую сумму денег? Ну, слушайте, прям я вот недавно думал про это. У меня родители, ну, там, счастье, что они как бы живы, им 82 года, и это люди, которые выросли, ну, они оба 42-го года рождения, и я могу сказать, что... 41-го года рождения. И я могу сказать, что если бы можно было купить им здоровье, я его покупаю. То есть, предположим, там, недавно мы папе сделали операцию на забедренном суставе, он ходил с палочкой, а сейчас он, ну, как бы ходит на своих двоих. Он пять раз мастер спорта, поэтому он прекрасно ходит. У него такое хорошее спортивное прошлое. Я надеюсь, что у меня генетика в родителей. Но вот если бы можно было купить дополнительные годы жизни или здоровье своим родителям или себе, я бы это сделал бы с удовольствием. Вещи? Нет. Ну, даже, я не знаю, там, с телефона у меня 13-й. То есть, я не купил даже себе 14-й. Часы у меня были до этого предыдущая модель, ну, как бы не последняя, а предыдущая модель, а вот эти часы мне просто подарил клиент. Поэтому я могу сказать, что я не, слава богу, не веществ, то есть, не человек, который там вот нравится, там, каким-то покупкой каких-то вещей. Впечатления? Тоже анализировал. Поскольку я был в 63-х или 64-х странах мира, я был в Новой Зеландии, я был в Французской Полинезии, я был в Японии, я, мне кажется, ну, увидел все, что я хотел увидеть. Есть страны, которые не зашли, есть страны, которые очень зашли. Впечатления я тоже не готов собирать. Поэтому сейчас, наверное, такой этап, когда я, не помню этого слова, я начал отдавать. То есть, мне, может быть, даже хочется меньше отдохнуть, но больше там написать, потому что оно как бы прет. Есть состояние потока, в котором книги создаются одно за другой. Я согласен написать 10, но даже, получается, 12 книг, если повезет, выйдет в этом году, если успеет издательство. Потому что 11 я сдал в понедельник, а 12 я должен написать до следующей недели. Теоретически, может, на полку встать 12 книг. Я очень бы хотел, чтобы такой темп отдачи у меня сохранился. Выступление, мне очень нравится выступать, консалтинг. Я год назад стал наставником, я все время думал, что какая-то это бурга, вот быть наставником у кого-то за деньги. Но я полюбил этот процесс, потому что я вижу результаты своих учеников и, конечно, авторство. А у вас есть у самого наставника? Был. Я могу сказать, что мне... Не поделитесь, кто это? Это Игорь Иванович Кретов. Это человек, который принес маркетинг в Россию. Собственно, три человека принесли маркетинг в Россию. Демидов, Завялов и Кретов. Игорь Иванович Кретов повезло мне. Был моим руководителем дипломной работы. Он был куратором моей кандидатской диссертации. И он был моим таким наставником по жизни. Если бы не он, я думаю, что я бы в маркетинге никогда таких высот не достиг. Но, к сожалению, он ушел из жизни лет 15 назад. И сейчас у меня нет наставника. То есть теоретически я могу сказать, что мой наставник, Филипп Котлер, потому что я был у него, и мне общение с ним там один день. Я у него провел в гостях. Мне вот так вот хватило для того, чтобы зарядиться и до сих пор быть вдохновленным этим человеком. Но сейчас нет наставника. Но у меня есть... Я не могу их назвать наставниками, потому что наставник – это человек, который с тобой работает долгую. Он тебя сопровождает. У меня есть большое количество консильерии, консультантов, к которым я могу обратиться. Кто-то консультирует меня там по IT. То есть когда я в разговоре с молодыми ребятами, говорю, что вам нужно улучшить речь контент. Они такие, чего там? Не знаю, откуда ты такие слова знаешь? Или там, не знаю, ты можешь проконсультироваться с кем-то по боду искусственного интеллекта. Я признаю, что по искусственному интеллекту я очень много разговаривал со своим сыном. Потому что он, как бы, поколение там, которое вот с компьютером на «ты», с интернетом на «ты». Он великолепно знает английский язык. И мы с ним тестили возможности российского искусственного интеллекта и западного искусственного интеллекта. И поняли, что пока искусственный интеллект от угрозы маркетологу не представляет. Это классный инструмент, которым нужно уметь пользоваться, картинки или тексты. Но когда ты ему задаешь какой-то целенаправленный вопрос, типа как в ресторане увеличить средний чек, он какую-то фигню выдает, не конкретику. Но это вопрос времени. И вот эти вот наличия этих канцеллерий, я вообще не боюсь признаться в том, что я что-то не знаю. Вот я забыл какое-то, ну не помню какое-то слово, я спрошу, что оно означает. И мне кажется, это такая вот очень хорошая характеристика для любого делового человека, который, если что-то не знает, спросит, если что-то, не знаю, забыл, признается. Игорь, а вот три черты характера, которые вы в себе, вот знаете, вот любите, уважаете, которые позволили вам стать успешным? Можете как-то характеризовать? Я думаю, что это, во-первых, оптимизм. Ну, как сказал один известный человек, оптимизм приумножает все. Второе, как следствие оптимизма, это хорошее чувство юмора. Я в свое время даже был, несмотря на свою интровертность, капитаном команды КВН-института. Мы не достигли больших успехов, но все равно это был огромный стресс и такой большой опыт. И третье, это системность мышления. Вот не знаю, откуда это у меня, но многие говорят, что ты вот так книги пишешь, что как бы все понятно, все структурировано, все разложено по полочкам. И вот эта вот системность, структурность мышления, при всем при том, что я не дружу с цифрами, это, конечно, какой-то божий дар, спасибо за него, там, не знаю кому. Вот эти три характеристики. А не важно, что вы как будто, знаете, какой-то, может быть, пузыри находитесь. У вас вот если посмотреть книги, сайт, пять правил, там, десять принципов, шестнадцать, там, чего-то, пятьдесят пять того-то. То есть, очень так все алгоритмично, и как будто вы все пространства не оставляете, ну, как бы для свободной жизни, что ли так можно выразиться. Все очень такое, знаете, в черно-белой клеточке. Ну, мне кажется, что это клево. Если мне захочется выйти с черно-белой клеточки, я возьму и напишу какое-нибудь художественное произведение. У меня даже есть идея, она опять связана с маркетингом, книжка про то, как, ну, я как раз сейчас перескажу, я не думаю, что кто-то напишет ее за меня или скормит искусственному интеллекту, но история такая, что выпускник института приходит работать на крупную компанию, в крупную компанию, это группа компаний, и на производственном освещении случайно попадает, потому что его начальник заболевает. И там ставится задача какая-то маркетингу, начальника нет, и нужно ее делать ему, потому что кто-то еще там в отпуске, кто-то в командировке, и некому делать, кроме как этому молодому бедному студенту. И он, значит, в отчаянии едет в субботу на рыбалку, ловит щуку, и щука говорит, отпусти меня, Егор, я выполню там три твоих желания. Он говорит, 33. Она говорит, ну, окей, хорошо, 33. И, соответственно, он с этими хотелками возвращается к щуке, щука все ему рассказывает, он это все делает. Ну, собственно, там хэппи-энд, он встречает там дочку собственника, влюбляется, и вообще там, не знаю, хэппи-энд, хэппи-энд. Ну, вот, мне кажется, это абсолютно не алгоритмизированное, не вложенное, там, прокрустого ложа, не знаю, там, раз, два, три произведения. Это же надо иметь такую, как бы, силу воли, знаете, там, заметки делать, писать, себя контролировать, в календарь вбивать. Ну, мне кажется, это абсолютно нормальная история для любого человека. Мне кажется, что никто не достиг успеха, если он просто действует хаотично. Ты всегда, ну, видишь такую карту, как мы говорим, дорожную карту достижения успеха. Невроз не создают? Нет, абсолютно. То есть мне даже от этого какой-то... У меня возникает некий дискомфорт, когда карта не складывается. Вот тогда, когда карта складывается, то есть ты на нее смотришь и думаешь, вау, круто, вот сейчас вот эта система. Все, ты просто эту карту потом конвертируешь, ну, в материал, в книгу, в презентацию, в запуск продукта, в запуск проекта. Еще, Игорь, знаете, интересно, вот про телефон начали говорить. Вот цифровое потребление, цифровая жизнь, как организован? Какие там программы им пользуются? Я большой фанат айфона и, ну, как бы смартфона. Я перепробовал много телефонов, и мои партнеры, они просто заставили меня перейти на айфон. Они сказали, ну, ты же как бы в интернет-агентстве, у тебя должно быть все Apple, а я был большим фанатом Sony, и мне ужасно нравились телефоны Моторолы. Я прямо был большим их фанатом. И я могу сказать, что я прямо балдел, фанател от того, что, ну, как бы сделает, делает Apple. Я экспериментирую, я просто делаю огромное количество скачиваний. Я перепробовал огромное количество разных приложений, но все в результате сводится к такому... Вот на первой странице что у вас? Вот я рад, это очень хороший вопрос. Первая страница должна быть максимально свободна. То есть, хлам, бардак должен быть, да, дальше. А вот здесь минимализм. Значит, это умные весы, потому что я хочу в этом году получить кубики пресса. Кубики пресса уже есть, но они прямо прощупываются. Нужно минус 5 килограмм. Вторая история. А что там биться? 5 дней просто не кушайте, и все? Это вам так легко сказать. У вас есть силы воли, я не могу 5 дней не кушать. Хотя это край. Все уйдет сразу. Если будет 25 декабря, у меня не будет кубиков пресса. Второе – это стандартный календарь. Третье не ду, про который я говорил. И последнее, что вы здесь видите, это мой бук. Это по-прежнему стимулирует меня не нырять в соцсети, которая на второй странице. А если у меня появляется свободная минута, я читаю книжку. Если в голову книга не лезет, я либо лезу в соцсети, либо я листаю дальше. Хочется про маркетинг поговорить? Я готов. Какие вообще сейчас тренды в мире, которые обуславливают изменения в сфере маркетинга, которые очень сильно влияют на бизнес? Горизонт 5 лет, например. 3 года, может быть. Если мы говорим про тренды маркетинга, то я, когда был в 2012 году в гостях у Филиппа Котлера, в 2014 году, я тоже его спросил, какие тренды маркетинга. Он говорит, клиент-ориентированность, инновация, внутренний маркетинг. Внутренний маркетинг – это когда ты к сотрудникам относишься так же, как к клиентам. Так же их привлекаешь, так же их увлекаешь, так же их удерживаешь. И социально-этичный маркетинг. И вот это все до сих пор, кроме социально-этичного маркетинга, тренды в России. Мы же говорим, что тренд – это то, что случится. Я обычно, когда в декабре размещаю список трендов, я вижу, что он практически не меняется. Почему? Потому что наши предприниматели нифига не делают. Вот когда все начинают это делать, это уже не тренд. Это уже реальность. Тренд перестает быть трендом, он становится реальностью. Поэтому, к сожалению, тренды практически не меняются. И та же самая клиент-ориентированность. Я влюбился в тему клиент-ориентированности, когда был в Австрии. Я прямо, ну, представляете, 2000 год в России, как бы, в общем, беспредел, там никакого сервиса. И все, ну, в Австрии, там, к тебе, пожалуйста, там, не знаю, ты кофе заказал, тебе воды принесли. Там, не знаю, там… Как вы себя чувствуете? Да, 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 да. Ну, то есть, вот я помню до сих пор, это для меня был контент-шок, когда мы поехали с семьей, тогда еще не было дочери, мы поехали с сыном отдыхать куда-то в австрийскую деревню. И ребята, которые в нас принимали, такой гест-хаус, там такая частная гостиница, они, ну, как бы, мы там с трудом говорили по-немецки, они вообще не говорили по-английски. Так они озадачились, каким-то образом нашли какого-то учителя, который знал русский язык, и они нам написали, добро пожаловать, семья Ман, в нашу, там, не знаю, отель на русском языке. И когда приходишь на завтрак, бац, такая табличка, такой офигевший. И сейчас, конечно, отель любой тебя пытается то же самое написать, что мы рады вас видеть, вот подарочек. Но когда вот ты понимаешь, что в какой-то глухой деревне люди озадачились написать на русском языке, причем это сделано с какими-то детскими ошибками, это было очень мило. И поэтому я даже для себя такую цель поставил, даже, может быть, такая одна из субмиссий моих, как можно сильнее повлиять на развитие клиент-ориентированности в нашей стране. На сегодняшний момент написал шесть книг, связанных с этой темой, и я прямо реально считаю, что я свой гештальт закрыл, потому что у меня много семинаров на эту тему было, ну, шесть книг – это более чем достаточно для того, чтобы любой компании помочь. Единственное, что большинство компаний еще пока не осознали, что нужно быть клиент-ориентированными. Но когда ты выступаешь перед, значит, просто начну перечислять те компании, перед которыми я выступал, ФПК, федеральная пассажирская компания, Сапсан, управление скоростными перевозками или управление железнодорожными вокзалами, РЖД, и ты понимаешь, что эти ребята как бы очень много сделали с точки клиент-ориентированности и говорят, Игорь, нам интересно услышать вашу точку зрения, или там сделайте нам тайник и расскажите, что у нас плохо, ты им аплодируешь. Поэтому, мне кажется, скорее большие компании у нас пошли в сторону клиент-ориентированности, чем малые. Ну, мне кажется, что вопрос времени, они тоже к этому потянутся. Поэтому, возвращаясь к трендам, я не могу сказать, какие тренды прям вот реально там маркетинга повлияют на наш бизнес, но я бы очень хотел, чтобы люди перестали смотреть на клиент-ориентированность как на тренд, чтобы и просто не начали ее делать. Я бы хотел, чтобы люди перестали смотреть на внутренний маркетинг как на тренд. Вот еще раз, мы стараемся в большей степени смотреть на клиентов, а потом мы смотрим на сотрудников. А на Западе давным-давно сначала сотрудники, потом клиенты. Как бы это нелогично не звучало. Как Цезарь сказал, за деньги мы достанем людей, а с людьми мы сделаем деньги. Вот сначала мы достанем сотрудников, сотрудниками мы уж победим всех клиентов. Ну и мне кажется, еще, конечно, такое слово, не в стенах IT-парка это говорить, но у нас очень плохо с инновациями. Ну вот прям совсем плохо. Ну то есть я даже как-то интересовался этой темой, сделал семинар, предложил его там, не знаю, всем. И сколько я не ходил, года два я там им тряс и говорил, давайте, давайте инновации. Даже сейчас его из райдера исключил. За все время только одна компания попросила меня там построить им систему инноваций. Я могу сказать, что это на самом деле можно сделать очень простыми способами. Предположим, я был в гостях у известного немецкого ресторатора, ательера. Есть такой отель Шиндлерхоф. В Германии он расположен где-то 40 километров от Нюрнберга. Он ни разу не дает рекламу, вообще не тратит на рекламу ни копеечки. И у него загрузка 98%. Было бы 100, если бы немцы не было у них традиции рождество встречать дома. И когда мы спросили, вот в чем секрет успеха, что такой отель, который вообще не рекламируется, заполнен по полной и цены там вообще выше, чем в Нюрнберге, владелец сказал, что это все благодаря клиентарентированности и инновациям. И как он генерит инновации в компании? Прямо гениальное решение. У него инновации из-под палки. Он говорит, ребята, значит, смотрите, в каждом служебном помещении лежит листок. На листке четыре вопроса. Дорогой сотрудник, предложи мне одну идею в месяц, как мы можем стать более клиентарентированными, более экономными, более экологичными. И так он собирает эти вопросы. Но еще раз он говорит, что если ты не сдашь этот листок в конце месяца, ты попадаешь в черный список. То есть ты прям вынужден ходить целый месяц, искать, чтобы предложить. Но у тебя есть опция четыре вопроса в разных направлениях. И если ты не предложил идею, тебя заносит черный список. Тебя не продвигают по службе, тебя не учат за счет компании. И тебя первым увольняют. Это такой кнут. Как будто в Советском Союзе такой был. Рацухи, помните? Все писали. Да, 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 да. Но он говорит, что у меня помимо кнута есть пряник. Сотрудник, который предложил самую богатую идею, а мы все голосуем за это, получает приз. Какую-то покупку в размере его годовой заработной платы. И он рассказывал, что у него есть сотрудница. И мы ее видели. Она носит часы, которые стоят, не знаю, 28 тысяч евро. Это ее была зарплата без премий. Или сотрудник, которому он купил Volkswagen Faiton. Что-то там 24 тысячи евро. И человек такой гордый. И по территории там с одного корпуса в другой ездил на этом фаэтоне. Типа, вот смотрите, я крутой. И это, конечно, сильно мотивирует сотрудников. Они готовы биться за этот приз. Но мне кажется, что кнут – это тоже прекрасная история, которая в России бы заставила людей шевелиться и предлагать какие-то идеи. У меня, кстати, есть приложение. Я его даже сделал, когда мы миф поворачивали в сторону инноваций. Я посмотрел на все концепции развития простых инноваций. Я сказал, ребята, смотрите, я объединю систему Alta Disney с системой этого немецкого предпринимателя, Клауса Кобьела. И я предлагаю следующее. Предложите мне любую идею, которая сделает наш бизнес на 1% лучше, и получите 5 долларов. Ну, просто если я считаю, что это делает компанию на 1% лучше, издательство, я тут же даю 5 долларов. Прямо наличными 5 долларов даю. Потом мы голосуем за лучшую идею месяца. Лучшая идея месяца получает 50 долларов. Потом мы голосуем за лучшую идею квартала, и лучшая идея получает 500 долларов квартала. А лучшая идея года получит 5000 долларов. Я потратил суммарно больше 13 тысяч долларов на призы сотрудникам, но получил какой-то фантастический результат, который мы используем до сих пор. Было придумано огромное количество историй, там типа от Лисе, или, предположим, там среднее время прочтения книги, которые сотрудники предлагали, и они делали наш продукт более таким клиент-ориентированным, более качественным, более привлекательным для покупателя. Так вот, у меня есть приложение, называется Filtermana. Оно бесплатное, оно есть под Apple Store, оно есть под Google Market, и оно позволяет в 5 движений пальцев оценить любую идею. Я обычно говорю руководителям, что облегчить себе жизнь. Пускай ваши сотрудники скачают это приложение, если не захотят к вам прийти с хорошей идеей, пускай сначала прогонят его через эти фильтры. И если приложение, если искусственный интеллект скажет «действуй», можно эту идею показать руководителю. А если она говорит «подумай еще» или «даже не думай», ну, не напрягайтесь. Как продавать? Больше? Быстрее? Дороже и чаще. Дороже и чаще. У нас ребята смотрят, у вас практически лайфхаки от Игоря Мана. Вот реально просто нужно провести мозговой штурм со своей командой и спросить ее, как продавать больше, и просто записать все идеи и выбрать лучшее. Потом повторить и сделать мозговой штурм, как продавать, дороже, чаще. И что у нас там осталось? Больше, быстрее, дороже, чаще. И я, конечно, вот написал книгу, я сдал ее в издательство в понедельник. Я знаю, что это будет хороший такой гайд, руководство, но основная идея книжки, я вот сейчас ее передаю без, там, не знаю, там, купюр, и она звучит очень просто. Вам не нужны никакие идеи со стороны, просто спросите у своей команды, потому что команда лучше всего знает, как продавать больше, дороже и чаще. Потом, когда идея закончится, можно прийти и некоторые вопросы задавать бизнес-партнерам или клиентам, которые тоже могут предложить какие-то идеи. Единственное, что мне понравится вопрос, как нам продавать дороже. Поэтому я тут не буду... То есть это реально просто? Ну, я не буду разбрасываться... Ну, пример, да, вот я очень люблю эту историю. Бутылка воды. Ну, вот бутылка воды, вот у вас она фирменная, а обычно вот ты держишь какую-то пол-литровую бутылку воды. Я однажды работал с одной компанией в Ташкенте. Ну, я говорю, ребят, хотите увеличить продажу в 4 раза? Хотим. Я говорю, давайте вот на бутылке напишем, ведь человек должен выпивать 4 литра воды в день, ой, 2 литра воды в день или там же 2,5. Давайте напишем, вот, чтобы быть красивым, умным и здоровым, QR-код, который ведет на результаты исследования, а это действительно доказано научно, что когда ты пьешь воду, ты умный, здоровый. Да, мы будем пить. Ты умный, красивый, здоровый и богатый. И, собственно, после этого, я говорю, наносим QR-код и пишем, чтобы быть красивым, умным, здоровым, богатым, пожалуйста, купите и выпейте еще 3 или 4 бутылки нашей воды. Сколько вы посчитаете нужным? Они говорят, страна восточная, напишем 4. Они меня потом поблагодарили, они меня отправили тонну сухофруктов, тонну сухофруктов. Ой, поддон, центр 100 килограмм, да, я перегнал 100 килограмм, центр. И я могу сказать, что, конечно, я дарил сухофрукты налево и направо, это была их благодарность. Они увеличили продажи за месяц, прямо после того, когда они сделали эту упаковку, этикетку на 17%. То есть, мне кажется, что просто изменив упаковку, ты продаешь больше. Можно продавать, ну, больше в любом бизнесе. Практически есть исключения. Я каждую главу, как продавать больше, дороже, чаще, начинаю с исключения, чтобы как бы сразу же снять возражения у людей. Есть всегда десятки, сотни приемов, как это можно сделать. Надо просто подумать. Вот если вы не просто скажете, ну, у нас такой-то бизнес, и мы должны продавать больше, я вам расскажу, как это делать. Ну, предположим, я работал с ребятами, которые шьют костюмы на заказ. Они говорят, ну, окей, как нам продавать костюмы чаще или рубашки? И многие люди даже продолжают носить рубашки, но когда ты говоришь, что это уставшая рубашка, замени ее на новую, они сказали, что количество повторных визитов ускорилось у них, ну, тоже не помню, на сколько-то процентов. И это опять только из-за того, что они стали вкладывать такую инструкцию в каждую новую выданную костюм или в каждую новую выданную сорочку. Ну, то есть вот признаки уставшей сорочки, признаки уставшего костюма. Поэтому мне просто нужен кейс, а дальше я включаю консультанта и что-то придумываю. И какое-то ощущение, что маркетинг – это стык психологии и креатива и творчества. Да, но там есть еще очень много математики, которую я не люблю и которой не занимаюсь. Это есть алгоритмы, это есть базы данных, есть определенные… Воронки-бродаж. Ну, воронки – это уже скорее автоматизация, но вот есть определенные какие-то математические модели. У меня максимум математики, я понимаю, что так же, как я не люблю математику я, ее не любит большинство моих слушателей. И там вот есть очень хорошая шутка Хиггинса, что одна математическая формула в книге сокращает количество читателей вдвое. Потом я без всяких формул стараюсь обходиться на своем семинаре, но максимум там покажу формулу ценностей, и то она просто в каком-то там, не знаю, там не без плюсов, без минусов, синусов и косинусов, просто сделай это, сделай это, сложи, вычти и покажи. И я могу сказать, что можно легко обходиться в большинстве бизнесов вот на таком интуитивном маркетинге. Я знаю, что есть люди, которые меня за это не любят, критикуют. Я признаюсь в том, что это моя слабая сторона, но я с цифрами не дружу, поэтому я их избегаю и стараюсь, действительно, работать на стыке психологии, манипуляции, дизайна, красоты и инноваций, креативности. А вот с вашего взгляда, какие российские компании, которые в маркетинге молодцы? Все банки. Топ-3, можете сказать, на ваш взгляд? В маркетинге они боги. Сбер, Тинькофф, Альфа. В томе банков, какие еще компании, знаете, в поле ваше зрение, что там прокачаны ребята, команда прокачаны. Думаю, что Озон, ну это уже пошли маркетплейсы. Вот хороший пример, можно я немножко на шаг? Вот, допустим, давайте сравним Озон и Валберес. Да. Вот в Озон назвали, а что с Валбересом не так? Я не знаю, что с ним не так, но я не покупаю там Валберес ничего. Вот когда я первый раз куплю, ну вот у меня есть два, этот Озон и Яндекс. И я покупаю там. Ну, Валберес больше, чем Озон там. Количе продавцов, количество покупателей больше. Вот что это такое? Не знаю. Мне кажется, вот это самое главное, это позиционирование. То есть вот нет у них такого четкого позиционирования, они как барахолка, и поэтому, наверное, я туда не хожу. То есть вы не целевая аудитория, получается? Нет. Вот я как раз... Хотя для вас товары там тоже такие же есть, которым вы на Озоне покупаете. Да, 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 да. Ну, я не гонюсь за низкой ценой, то есть я там не буду там искать выгоду там в 5, 10, там или даже 50 рублей. Мне привычнее покупать в Озоне. И может быть, что знаете, чем Озон меня подкупил? В какой-то момент я в Озон написал письмо и сказал, ребята, у вас там, ну, все клево, спасибо за хороший выбор, я у вас много книг покупаю, но когда я иду получать книги, мне бы очень хотелось, чтобы был вес книг указан. Ну, это делает Амазон, потому что я покупал раньше Амазон, и ты идешь и видишь, там у тебя полтора килограмма. И ты понимаешь, что ты можешь идти с пакетом, а если там написано у тебя 8 килограмм, ты лучше приедешь на машине и там... Купил 10 килограмм книг, представляю, Игорь Ман, с двумя сетками, с книгами из Озона. Вот пока не было электронных читалок, но мне кажется, книг больше 2000 в библиотеке. У вас? Да. Таких физических, да? Физических книг. Которых вы прочитали все? Большинство. Вот здесь книжки, которые иногда там, они стоят, и я до них еще не дошел. Фантастическое количество. Да. У меня все отдачи, все отдачи мне забиты. Ну, если я... Я прочитал больше двух с половиной тысяч бизнес-книг. Это я считал. И я написал на письмо, что было бы здорово, чтобы был вес. Они говорят, супер, спасибо, большая идея. Сделали это и подарили мне карточку там золотого клиента. Их клиент-орентированность, она меня прям вот тронула. И я такой как вот их амбассадор. Они это не знают. Или про бульс ритейл, например. Ритейл. Мне очень нравится, как работает азбука вкуса. Они рядышком с нашим домом, и мне нравится у них покупать. Я попробовал заходить в другие магазины, но от них не зафанател. Если мы говорим про электронику, то мне очень нравится Restore. Это такой аналог Apple Store. Ну, ребята очень хорошо работают. И там здорово то, что ты можешь прийти, и тебе решат твою проблему. Как вот Apple Genius, они делают это бесплатно. В ранний раз была какая-то проблема с компьютером. Что-то там не синхронизировалось с почтой. Час на это потратил. И я говорю, сколько я вам должен? Он говорит, нисколько. Все, я просто фанат. А если мессенджеры сравнить? Ватсап и Телеграм? У кого маркетинг лучше? Я почему-то люблю WhatsApp. Я Телеграм люблю читать, а WhatsApp я как бы не люблю, когда пишут сообщения. Поэтому я обычно, если у меня хватает административного ресурса, я говорю, давайте перейдем в WhatsApp. Потому что все работают там и там. Для меня крайне неудобно. Вообще, у меня просто мозг взрывается. Не знаю, может быть, не только моя проблема, когда тебе письмо приходит. Ну, послужим, люди пытаются заказать мероприятие, и оно все примерно в одних датах. И кто-то пишет в почту, кто-то пишет в WhatsApp, кто-то пишет в Телеграм. И вот как это все совместить? Просто, ну, мозг взрывается. Я поставил три иконки рядом на компьютере, но реально иногда у меня мозг кипит, чтобы вот как бы все это в голове удержать. Очень неудобно. Я помню, как было раньше здорово. Факс пришел, как бы на факс ответил, и все. Тут почта, мессенджеры, зумы, в которых тебе может там, не знаю, в чате что-то остаться. Ужас. Еще, Игорь, вопрос такой. У нас многие ребята, ну, занимаются, допустим, в IT-бизнесе, стартапы создают. Вот, да, там денег нет, там маркетологов или маркетеров там нет. Он там и за маркетолога, и за программиста, и за продажника и так далее. Ну, делает, по крайней мере, какой-то стартап, пытается его запустить. Вот у ребят, у которых нет профессиональных людей, скажем так, в найме, которые не могут себе позволить, но им нужно запускаться, нужны лиды, нужно привлекать клиентов. Вот что бы вы им сказали бы, ну, скажем так, с чего бы начинать или как действовать, когда у тебя есть ограниченные деньги на маркетинг? Ну, я как автор книги «Маркетинг без бюджета», вообще у меня такое ощущение, что вот я стал заложником этой темы. Филипп Котлер, кстати, назвал меня гуру маркетинга без бюджета, когда у него выступал на мероприятии. Я в тот момент, прям у меня такие крылья за спиной. Но если я про что-то пишу, это, как правило, не требует никакого бюджета. То есть, ну, купи книжку, прочитай и дальше все делай за счет своего мозга и своих рук. Поэтому я бы ребятам сказал следующее. Никогда неплохо знать маркетинг хорошо. Я бы посоветовал прочитать несколько книг. Первое. Ну, это читается за месяц. Ну, то есть, если книгу в неделю осилить, ты прям через месяц уже будешь экспертом по маркетингу. Первая книга – это «Почему вы?» – это ответ на вопрос, почему вы лучше, чем конкуренты. Это очень важно для любого стартапа. Даже если ты голубой океан, все равно у тебя есть косвенные конкуренты. Второе. Я бы попросил прочитать книгу «Инструменты маркетинга для отдела продаж», потому что тогда, когда ты должен представить свой продукт инвесторам или потенциальным первым клиентам или партнерам, очень важно правильными инструментами пользоваться. Третья книга – это «Точки контакта», потому что бизнес – это контактный вид спорта. И тогда, когда у тебя в «Точке контакта» сайт или коммерческое предложение, или прайс-лист, или презентация для инвестора, или даже письмо до инвестора, какой-то косяк, ты ничего не продашь. И четвертая книга, которую я порекомендовал прочитать, это книга «Маркетинг без бюджета». Да, она немножко там морально устарела, немножко, да, то есть может быть там 5%, 5 инструментов из 50 уже не актуальны, но там точно будет, как Филиппу сказал, тонна маркетинговых идей, которые можно будет использовать большинству стартапов. Ну окей, хорошо, это займет не месяца, а два. Но ты потратил два месяца на «Маркетинг», он остался с тобой на всю жизнь, и ты, ну, первый стартап нехорошо сделал, ошибки совершил, второй, может быть, не полетел. Но третий-то уже, как бы ты опыт сын ошибок трудных, все полетит. А вот направление еще такое есть «Инфлюенс-маркетинг»? Есть особенности? Ну есть, конечно, и, кстати, это прикольный инструмент для очень многих IT-проектов, когда ты находишь лидеров общественного мнения, амбассадоров и просишь их продвигать тебя. Это может быть кто-то, кто является клиентом. Я часто говорю, когда я выступаю, я часто говорю, слушайте, я не могу понять, многие же компании знают, что я пользуюсь их услугами. Почему никто не прогностировал, что Игорь Манта, ну, гуру-маркетинга, и, соответственно, ну, сказать, слушайте, Игорь, вам нравится пользоваться нашим продуктом? Да. Дадите отзыв. Слушайте, я, ну, как бы за любой кипиш, кроме голодовки, и я понимаю, что иногда имеет смысл сказать, что, ну, ребят, не могу, потому что, как бы, у меня есть претензии к вашему продукту, но если претензий нет, да, давайте с удовольствием, там, что нужно, видеоотзыв, аудиоотзыв, я его обязательно дам. Иногда, кстати, из таких рекомендаций чистосердечных, вот, не знаю, чистого сердца, у меня начиналось сотрудничество с той или иной компанией, они говорят, спасибо большое за отзыв, а помогите нам действительно стать еще лучше, и там, бац, там, лекция или консалтинг, такое случалось. Но инфлюенс-маркетинг, это, конечно, такая история, но самое, ну, полезная история, но самое главное, я уже говорил про то, что это может быть какая-то внешняя звезда или ваш клиент, но самое главное, чтобы вот таким инфлюенсером был человек, который придумал проект, ну, потому что если он его не двигает, мы сейчас как бы начинаем говорить про личный маркетинг, кто его еще будет дальше двигать. Поэтому личный маркетинг, конечно, очень важно качать любому предпринимателю. У вас 347 тысяч подписчиков. Верно. Число растет. Я посмотрел где-то каждый четвертый пост, он у вас такая, по сути, встроенная реклама. Вы сами являетесь инфлюенсером для определенной аудитории. Да, да, да. У меня вопрос такой возник. У вас не все посты маркированы рекламой? В Инстаграме же не надо их маркировать. Ну, вообще, в целом, даже это вопрос не Инстаграма, вопрос меня как читателя вашего, допустим, Инстаграма. Она же нативная. Да, это мнение Игоря Мана настоящий, или он все-таки кого-то рекламирует? И ты иногда не всегда можешь разобраться. Признаюсь, иногда есть рекламные посты. Как вы на этот вопрос сами себе отвечаете? Ну, есть рекламные посты. Я плачу налоги. Я научен горьким опытом своих коллег. Я давно плачу налоги. Вот прям ИП. Я даже получил... Сначала я регистрировал ИП, у меня не было такого кода. А потом я этот код пошел и там дополнительно получил. Реклама в социальных сетях. Поэтому я за рекламу плачу налоги. Есть реклама. И если она так здорово замаскирована, значит, я молодец. Но много постов. Часто люди говорят, о, это реклама. Надо маскировать? Вот это я хотел спросить. Ну, это еще раз, смотрите. Или все-таки я должен часто сказать, это вот реклама. Не-не-не, Рад. Я ничего не знаю. Если я напишу рекламу, люди не будут ее читать. И тогда потеряется эффективность канала. Честно, это манипуляция, нет? Да. Но смотрите, это вопрос этики. В 74-м году Агилви, Дэвид Агилви, который основал агентство Агилви и Мейзер, сказал, что вы можете написать, вы можете сделать рекламное объявление, которое похоже на обычной странице текста, на обычной новости. И вам кажется, что публика осудит этот трюк. На самом деле эффективность этого сообщения будет на 50% больше, и никто жаловаться на это не будет. Поэтому если вы напишите рекламу так, что она будет полезна и интересна для читателя, они могут дочитать до конца, а потом, о, ну, то, собственно, контакты, когда ты начинаешь указывать, такие, о, там, купить, значит, соответственно, это реклама. Но иногда я даже про свои книжки пишу, что можно купить там-то. Но я считаю, что это абсолютно нормально, что если я основатель, если я имею отношение к этой книге, как издатель, почему я не могу ее рекомендовать кому-то купить и дать еще сократить путь. Потому что многие люди такие, ты пишешь, где купить, а не такие в комментариях, а где купить. То есть если ты это не напишешь, ты будешь каждый второй вопрос такой, или даже каждый первый. Поэтому я считаю, что ничего плохого, что мы делаем нативную рекламу. И если она прямо не похожа на рекламу, ну, ты гений рекламы. А есть вещи, которые вы не будете рекламировать? Конечно, я не буду рекламировать многие вещи. Ну, например, шампунь будете рекламировать? Я? Если он поможет, если он поможет, да, если он поможет отрастить волосы, да. Я имею в виду то, что вы сами не пользуетесь, но при этом... Нет, 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 никогда. Да, я часто заворачиваю такие предложения, я должен его попробовать. Для меня очень важно, когда мне говорят, прекламируйте, я говорю, присылайте продукт на пробу, я буду на него смотреть. Мне стыдно было буквально за два продукта, и я просто быстро обжегся, и я понял, что, ну, вот, надо пробовать продукты. И когда люди говорят, что вы напишите классный продукт, вот отзывы, я говорю, я хочу попробовать. Ну, нету там демообразца и так далее. Я такие ошибки где-то там 5-6 лет назад совершал. Все, я теперь только все пробую, и потом я про это пишу. А когда хотят пререкламировать себя или личный бренд? Тоже рекламирую, если человек вызывает. Как его попробовать, человек? Вот вы его не знаете? Нет, ну, он мне импонирует или нет? Я на него подписываюсь, я листаю его ленту, я смотрю отзывы, что про него люди пишут, смотрю, как он отвечает в комментариях. Если мы с ним на одной волне, ну, как бы по поведению... А когда рядом с инфобизом, допустим, человек крутится, вот где вот понять, ну, как бы, грани этики? Вот сейчас, наверное, какое-то качулство будет. Я в инфобизе вообще, ну, перестал видеть какой-то вред. Ну, потому что есть, ну, есть, конечно... Ну, кстати, финансовую пирамиду он создает. Да, это, да. Вот есть галимин. Покупать товар, сетевой маркетинг. Ну, это немножко другое. Все-таки вот тогда пирамида, и ты видишь... Это тоже очень сильно маскируется под инфобиз, ты иногда не можешь не разобраться. Я вот пару раз вычислял такие предложения, и я там, честно говоря, инфобиз, мне такие люди, ну, почти инфобиз, или там, пирамида, там, почти пирамида. Ну, ты это видишь, признаки пирамиды, ты видишь в описании, ты заходишь. Вы их отшиваете. Ну, то есть, если пролистать мою ленту, я думаю, что вы не найдете рекламу, за которую вы можете сказать, Игорь, тебе разве не стыдно за такую рекламу? Я скажу, стыдно, но это было вот еще 5 лет назад. Это не секрет, сколько в МСП у вас стоит? Слушайте, это продает... Я сейчас боюсь ошибиться. Это продает компания Лидмашина. Это мое интернет-агентство маркетинга, потому что оно... То есть, логин, пароль вы им передали? Да, но я... Нет-нет, я размещаю все посты сам. Исключение, когда начинается рекламная компания, тоже это делает Лидмашина по какому-то курсу. Тогда перехватывает управление месяц-полтора. Девушка, которая делает публикации за меня. Мы заранее готовим контент. Она пишет в моем ключе. Но если кто-нибудь пишет какой-то комментарий, она прямо делает принт-сквинг, говорит, Игорь, к вам там запрос, ответьте на него. Там типа я не могу. Ну, то есть лайком одним не обойдешься. То есть, если честно, у меня очень глубокое погружение в соцсети. Я стараюсь смотреть все, что мне люди пишут в комментариях. Слава богу, что сейчас забанили Инстаграм, и количество людей вовлеченных прямо резко сократилось. У меня столько времени свободного появилось из-за этого. Но я посты все пишу сам. И, конечно, размещая рекламные посты, тоже сам. Вот хочется еще по диджитал-маркетингу поговорить. С удовольствием. Подвигаться там Яндекс.Директ. В Инсте сейчас поговорили. В Телеге, например. И вообще в этих цифровых каналах. Какие-то есть вот такие общие рекомендации? Как вообще сделать рекламу классной, эффективной? Ну да, есть давным-давно придуманное правило Аида, которое говорит о том, что ты должен привлечь внимание, это attention, быть интересным, интерес, вызывать желание, дизайна и побуждать действия. Я развернул модель Аида в такую более сложную модельку. Я называю ее модель эффективности рекламы 14. Там 14 контрольных вопросов. Ты просто берешь этот чек-лист, накладываешь его на свое рекламное объявление. Я его легко раздаю там на своих выступлениях. Я его публиковал у себя в Инсте. И никакого секрета нет. Я был бы рад, если бы больше было хорошей рекламы вокруг. И ты просто наложил чек-лист на свою рекламу и сделал рекламу лучше, потому что ты понимаешь, что, предложим, реклама там не продает или реклама не привлекает внимания, или она негармоничная. Еще вот в некоторых интервью вы говорите, что нужно рекламу на баннерах давать, которые вот... Билборда, который в городе стоит. Да, это классный канал. Это не олдскул? Это олдскул, но сейчас, когда они работают Facebook и Instagram, это прям прикольная история. Она... Ну, кстати... Второе рождение. Да, да-да-да. То есть, ну, это относительно доступный канал. А в некоторых городах есть две улицы. Ты ставишь в начале этих улиц билборды и на выездах, и на въездах. И там 4 билборда, они... Ну, там 8 билбордов. Они просто полностью решают твою проблему информирования города о твоем продукте. Но помимо того, что канал классный, еще очень важно продумать сообщения. У меня был клиент все время из Тюмени, который так поступал. Он вызывал меня на день и говорил, Игорь, приезжаешь, и мы с тобой сидим, и до тех пор, пока ты не придумаешь рекламу, мы тебя не выпускаем. То есть, нам нужно придумать креатив на наружку. И я мог приехать, придумать, через час они могли меня посадить на самолет, я улетал обратно. Зарплата была, неважно, сколько я там, день, два, три, мы договаривались просто на какую-то сумму. И, конечно, во всех случаях я был заинтересован в том, что как можно быстрее придумать клевую рекламу и улететь. Потому что деньги я уже получил. Надо просто освободиться. Но назад мне покупали обратный билет только тогда, когда они говорили, о, классная реклама, мы ее оставляем. И поэтому я просто... Первое мое место работы это было копиратор в рекламном агентстве. Я очень хорошо умею писать тексты, особенно рекламных объявлений. Ну и книги вроде хорошо получаются. Про внимание сказали. Вот еще такой термин экономика внимания. Что такое экономика внимания? Как это работает? Слушайте, я вот недавно смотрел результаты исследований в Питере. Там рекламная слепота на уровне 97-99%. То есть ты проехал мимо 100 рекламных объявлений, ну, 100 рекламных сообщений, а заметил одно или три. Это ужас. И я думаю, что примерно такое же в Казани. Вот сегодня я читал семинар и пытался это проинформировать, ну, как бы рассказать про эту аудиторию. Говорю, смотрите, за вашей спиной стоит три билборда. Вы тут уже полдня провели в аудитории. Кто из вас помнит хоть один билборд? Кто-то там закричал торгово-промышленная палата. Я говорю, наверное, вы из торгово-промышленной палаты. Они сказали, да. Ну, то есть реально мы входим мимо рекламы, мы на ее внимание не обращаем. То есть вот я шел к вам через кучу реклам, спросите меня, какой я запомнил, при всем при том, что я иду и на каждое сообщение смотрю с точки зрения специалиста по маркетингу, чтобы как бы, ну, вот знать, хорошая, плохая. Но в голове все это не удерживается. Поэтому рекламная слепота страшная штука. И пробить вот эту броню невнимания клиента можно за счет следующих вещей. Первое. Необычный носитель. То есть, предположим, ты идешь, и билборд, предположим, размещен не под углом 90 градусов, ну, как ты вот так вот смотришь, да, а наклонен. Ты такой, что такое? Какая-то несимметричность, она привлекает твое внимание. Второе. Это какое-то необычное сообщение. Это вот так называемый формат рекламы, шок-вертайзинг. Сосуд за копейки? Да, да. То есть, когда ты делаешь какое-то сообщение, которое там тебе такое. Ну, как считать? Это гранифола. Нет, но можно придумать более интересную историю. Предположим, я помню, как раз для этого клиента из Тюмени, рекламное объявление, которое они мне аплодировали стоя, и оно прямо реально помогло им решить задачу продажи квартир в доме, который стоял в центре. Жить нужно хорошо. Ну, как бы известная фраза с красной траки. Жить нужно в центре. И у них был такой вот центровой проект прямо в центре, в центре. И прямо это вот была суперфраза. Ну, как она родилась, ты никогда не знаешь. Ну, просто ты криткуртишь варианты. Это прямо вот зашло. И никакого здесь. Это был прям реально шок. Жить хорошо, жить в центре. Все, попробуй, поспорь. И третье, это частота. Ну, потому что если ты сделал один носитель, это хорошо. Но когда у тебя там сто носителей, ты такой хоп-хоп-хоп, весь город там обклеен. Но это нужно иметь бюджет. И у такого есть какой-то усредненный показатель? Сколько, ну, компания такая, будем говорить, пусть и традиционная, своих расходов должна закладывать на маркетинг в год в процентах, на ваш взгляд? Я когда-то работал директором по маркетингу в крупной компании. И, ну, как бы, я сильно сопротивлялся нажиму головной компании инвестировать в рекламу порядка двух процентов от оборота, которые мы давали по нашему региону. И я попытался оспорить это и перебрал, ну, как бы, сильно изучал эту тему, есть порядка восьми способов планирования, ну, ты не помнишь точно, то ли восемь, то ли девять способов планирования маркетингового бюджета. И самый эффективный и самый надежный это метод целей задач. А самый ненадежный это процент. То есть, если мы посмотрим на процент, он, во-первых, иногда вопрос, от чего ты считаешь, что это процент? от оборота, от прибыли, или, предположим, ты считаешь, что от фона заработной платы, который у тебя на команду маркетинга и команду продаж. Или ты смотришь на то, сколько кратят там конкуренты, и ты тоже можешь ошибиться, потому что ты все не увидишь. Если взять стоимость товара или услуги. Ну, вот, короче, процент невозможный. Я однажды получил такую таблицу, сколько тратят телекоммуникационные компании в мире от оборота на маркетинг. И цифра разнилась от 0,5 до 17%. Я такой, как такой может быть разрыв? Но просто 0,5 это была чистая реклама, а 17% это все включает. Сколько Apple тратит, интересно? Мало. Я не помню, сколько, но мало. То есть, они реально не очень много тратят, но, опять же, если мы скажем, что маркетинг, это в том числе их салоны, которые стоят в центровых местах. И по факту это для них, опять же, реклама или это их продукция, это коробочки, которые никто не выбрасывает. Как вот это посчитать? Поэтому чисто на рекламу, на рекламный бюджет, мне кажется, они тратят не очень много. Телевидение, наружка и, естественно, цифровые носители. Они, кстати, очень молодцы, клевые ходы придумают. Нам бы у них поучиться. Я недавно удивился по поводу рекламы. Вот там, пользуясь, допустим, сервисами Яндекс. Вроде казалось очевидным, у него конкурента нет. Я вижу рекламу Яндекс.Такси, вижу рекламу, еще чего-то. Я думаю, зачем Яндекс тратит деньги на то, что вроде как будет не надо тратить деньги? Это у них денег? Если я был вице-президентом по маркетингу, я бы не тратил деньги на продвижение этих сервисов, потому что у тебя есть машины, и ты машины можешь пробрендировать. Они хорошо брендируют машины, но, предположим, я бы еще брендировал крыши. Москва, высотный город, когда-нибудь высотный город, сидел на крыше рекламы, вау, как бы это такой эффект, не видел, а тут увидел. Но просто рекламируйте этот сервис, ну, просто, может быть, они хотят очень быстро захватить рынок, отжать долю рынка у других агрегаторов, которые сейчас строятся в каких-то городах, потому что есть еще игроки, которые могут сопротивляться Яндексу, но скоро, мне кажется, все придет к какой-то монополии, если государство за это не возьмется. Игорь, у вас такая цитата, она буквально звучит так. Я разочаровался в маркетинге, и полюбил гроуинг. Что-то новенькое. Расскажите об этом. Я действительно разочаровался в маркетинге, потому что ты вот учишь-учишь маркетингу. Мы сейчас говорили и говорили про маркетинг, он работает, и теперь такой лайфхак, мы в нем разочаровались. Я в прошлом году выступал на форуме у Филиппа и попал в число лучших 10 спикеров. Так что все, что слушали, ребят, это можно забыть. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, сейчас будет новая информация. Нет-нет-нет-нет, обнуляться не надо. В прошлом году и на форуме Филиппа Котлера вот этот международный маркетинговый саммит, он каждый год проходит, я попал из 100 спикеров в число лучших 10 спикеров, и мне сказали, любая ваша тема, обычно они рекомендуют какие-то темы и говорят, надо на эту тему выступать. Они говорят, ваша любая тема, мы таких спикеров лучших готовы принять любую тему. Я говорю, слушайте, я готов выступить с темой гроуинг. Они говорят, а что такое гроуинг? Я говорю, гроуинг – это быстрый маркетинг, это маркетинг, который дает рост оборота, продаж или прибыли за один день тире один месяц. Они говорят, а что это может быть? Я им показал. Это 22 маркетинговые активности, вот которые, если ты откроешь Филиппа Котлера, это обычный учебник 800 страниц. Вот я сжал так 100 страницам своего руководства гроуинг. То есть, это всего 22 маркетинговые активности, которые быстро дают прирост оборота, прибыли или продаж. Ну, конечно, всех интересует рост прибыли. Вот для того, чтобы увеличить прибыль, надо просто, самый простой способ увеличить прибыль, самый простой, это поднять цены. Вот если ты поднимаешь оборот на 1%, прибыль в среднем вырастает на 3. Если ты цены поднял в среднем на 1%, прибыль выросла на 11. И все такие, вау, то есть, это проще поднимать цены, чем поднимать прибыль. Я говорю, да, но тут есть хитрость. Чтобы поднять цены, нужно поднять ценность. Я показываю свою авторскую форму создания ценности, она прям в 3 шага делается. То есть, я реально топлю за то, чтобы люди, если они действительно дают большую ценность своим клиентам, не боялись продавать дорого. Поэтому growing это тот же самый маркетинг, но такой выхолощенный. Я выбросил все, что долго, нудно, сложно. Я ставил 22 вещи, которые любой бизнес, малый, средний, большой, могут сделать для быстрого роста продаж. Хочется еще про бренд поговорить, про личный бренд. С удовольствием. Вот как понять, что ты бренд или не бренд? Это веселая история. Это тогда, когда ты выходишь и тебя не представляет там, а сейчас выступает и начинается такое длинное перечисление всех твоих должностей, позиций. Ну, однажды, короче, я сейчас расскажу по-другому. Однажды я был заявлен в программе одной маркетинговой конференции, и там написано директор по маркетингу, там владатель, да-да-да-да, там, не знаю, там директор по маркетингу 17 лет. Календарный раз по самбо. Да, и потом написано Игорьман. Все. И вот это вот как раз личный бренд, когда тебе больше ничего про себя не говорить, чем меньше слов про тебя используют при представлении на выходе на сцену, тем, наверное, ты более крутой бренд. Как это вот достичь? Четыре есть способа, четыре способа. Первый способ – это необычно, хорошо, качественно, классно работать. Ну, все-таки, я по-прежнему представитель старой школы, который говорит, что надо хорошо работать, а все остальное приложится. Оно само собой не прикладывается, поэтому нужны еще три дополнительных лошадки. Это нетворкинг. Ты тот, кого ты знаешь, и ты тот, кто знает тебя. Третье – это уметь говорить в самых различных форматах и с трибуны, и не с трибуны, и на завещании. И четвертое – умение писать. Ну, статьи, посты. Книжка. Книжки. Чтобы было обязательно. Чем больше ты, чем больше ты написал книг, тем больше ты номер один. Я так обычно говорю. Я недавно уступал в Узбекистане, и я сказал, что я автор, там, было там 38 книг. И возникла очень неловкая пауза. Я подумал, что-то, может быть, не то сказал. Они говорят, слушайте, ну вообще, обычно мы святым считаем человека, который написал две книги, но 38, раз такое возможно. Я говорю, понял, извините, 3-8 книг я написал. Пошутил. А в чем разница, допустим, вот когда мы говорим про личный бренд, между заметным и знаменитым? Ну, заметный – ты просто яркий. Ты вот яркий сейчас, знаменитый, когда вот про тебя с таким, но с придыханием вспоминает, что он сделал то-то, там-то и там-то наследил. Ну, я особо не думал про это. Кстати, спасибо за вопрос. Я сейчас книжку пишу про личный маркетинг, я подумаю. Еще раз, в чем разница между заметным и знаменитым. Буду думать. А вот в личном бренде насколько много вот этого нарциссизма, самолюбования? Насколько это сильно присутствует? но кому-то это в кайф. Я просто вижу, как люди себя ведут, и как, ну, мне, предложим, видно, что вот интроверт, он такой как бы закрытый, он не рисуется, ему это не нужно, а экстраверт, он как бы на публику там работает с большим удовольствием. Я просто расскажу веселую историю, ну, да простит меня, Радислав Гандапас, ну, вы просто все поймете, все знают Радислава. Мы однажды с ним столкнулись в аэропорту Шереметьево, я говорю, ты куда летишь? Он говорит, в Екатеринбург. Я говорю, о, и я в Екатеринбург. Он говорит, я туда-то, я говорю, туда-то. Он говорит, ты бизнесом? Я говорю, бизнесом, а ты тоже бизнесом. Ну, мы сидим, и вот тут объявляют, пожалуйста, пройдите на посадку пассажир рейса Москва-Екатеринбург. Я говорю, Радислав, пошли. Он говорит, сиди. Я такой, сижу. Он говорит, повторное предупреждение, пассажир, закрывается там рейс, пройдите, пожалуйста, на посадку. Я говорю, Радислав, пошли. Он говорит, ты бизнесом? Я говорю, да-да-да, сиди. И тут, уважаемые пассажиры, Радислав Гандапас, Иман, пройдите на посадку. Он говорит, пошли. Вот это вот Радислав. Многие люди так же себя ведут, им нужно дополнительное внимание с другой стороны. Вот если меня будут там как-то там сильно презентовать, я такое как бы прикрою лицо, скажу спасибо, там не надо. Люди разные. А в современном мире вот каждый должен как бы строить свой личный бренд, как вы считаете? Ну, то есть, есть, конечно, исключения. То есть, может быть, не нужно строить личный бренд рабочему. Ну, как бы, я никогда не работал с рабочими, и я давно соприкасался с рабочими. Но понятно, что если ты как бы эксперт высшей квалификации, там, мастер сантехник, или там, не знаю, там, не знаю, там специалист по каминам, тебе нужен личный бренд. А вот когда-то на заводе, на конвейере, наверное, личный бренд не нужен. Но для всех экспертов, белых мартничков, топ-менеджеров, предпринимателей, вот практически для всех, без исключения, личный бренд будет скорее плюс, чем минус. Это дает капитализация какую-то? Для чего вообще-то? Ну, чего дает. У меня даже есть в книжке, я уже это сделал главу, набор характеристик, который позволяет, ну, быстро в табличку посмотреть. Ну, еще раз, я рассматриваю личный бренд, я не работаю с политиками, со спортсменами, поэтому я говорю, что есть фрилансеры, эксперты, есть топ-менеджеры, есть предприниматели. И для каждого определенный набор критериев. То есть, если мы говорим, если мы говорим там про, предположим, топ-менеджера, то для него это возможность построить более стримительную карьеру или возможность получить более интересные предложения в другой компании. Или, предположим, для него это очень хороший фундамент для того, чтобы закончить работу в найме и стать экспертом в какой-то области. Предположим, он коммерческий директор, он выходит, и, имея личный бренд, он очень быстро превращается в классного консультанта по продажам. Есть еще такое, знаете, с этим рядом явлением присутствует тема синдром самозванца. То есть, многие говорят, ну, что я напишу в Телеграме, ну, что я там выражу свою точку зрения. То есть, люди просто боятся как бы заявить о себе, да, и даже выражать свои мысли, я не знаю, то ли с детства, то ли такое воспитание. Многие просто бывают очень много хороших, там, великолепных людей, вот и просто, ну, вообще не. Но у них этот синдром, как бы он там жестко сидит. Ну, он у меня тоже сидит. У меня есть такой условный человек, который меня учил, как делать рилс или там, как делать сториз. И они мне такие, там, три сториз в день, три там рилса в день. И я вот сегодня, у меня такой был насыщенный день, и вчера был супер насыщенный день. То есть, может быть, супер контент, но я про него не пишу. Когда ты забываешь, когда ты думаешь, да и ладно, там, не знаю, ничего не произошло. Как будто внутренний критик не дает вам писать. Даже сейчас мы могли бы с вами там заснять, не знаю, какой-нибудь там классный рилс. Что-то вот ты думаешь, что, наверное, как бы, зачем человечеству рассказывать про вот такие фигни, а они, вот те люди, которые мне учили рилсы, сториз, они говорят, как раз это реальная жизнь. Людям это интересно. А когда ты делаешь какой-нибудь пост про маркетинг, это никому не интересно. Покажи себя, покажи, как ты живешь, покажи живого я. И я периодически это вспоминаю, у меня даже был написан такой период, когда я пробовал две недели подряд по три сториз в день делать. Это было такое прикольное, видишь, о, сториз надо сделать, как бы вымучить, что-нибудь придумать. Ну, из-под палки, короче, у меня, ну, две недели я домучил, а потом я просто понял, что мне это не камильфо. И опять же, вот этот эффект самозванца, он касается меня, то есть ты иногда такой сидишь и думаешь, блин, а почему вдруг так случилось, что вот Игорь Март стал номером один, а другие люди, которых я знаю, там Игорь Березин, там Игорь Качалов или там, не знаю, там Александр Левитас, вдруг они такой вот должности, как бы статус такого не получили, то тебе свезло, то что еще, там, не знаю, ты начинаешь копаться. Кстати, я обычно всем рекомендую в этом случае упражнение, которое называется «Только я». Садишься, берешь листок бумаги или как бы открываешь компьютер и начинаешь писать все, что с тобой случилось, такого, что не случилось с большинством твоих одноклассников и однокурсников. Вот чего ты добился в своем возрасте, чего не делают они. Ну, предложим, у меня в этом списке находится такое достижение, что в прошлом году я сто дней подряд отжимался по сто раз. И такие молодежь... Сто раз в день? Сто раз в день? За раз? Нет. Не то здоровье уже. У меня рекорд сто шесть за раз, но это было намного раньше. Ну, я к концу этой сто дневки уже вышел на четыре подхода по двадцать пять раз, и последний день я отжимался два раза по пятьдесят. Но я могу сказать, что здесь вопрос не сколько физики, сколько дисциплины. Потому что тогда, когда ты деловой человек, бывают такие дни, что ты прям иногда, ну, как бы зарядку утром не сделаешь. Там раз, и ты уже как в двенадцать часов ночи, и день закончился. И вот это вот вопрос найти время, где-то взять и отжаться. И ты, как правило, это делаешь не в очень комфортных условиях. У меня, помню, был такой день, когда двадцать пять раз я отжался утром в Бурятии, когда встал в четыре часа утра, потом мы долго доехали на машине. Я быстро сел в самолет, прилетел в Шереметьево, пересадка два часа. Я пятьдесят раз еще отжался в Шереметьево в бизнес-зале, оглядывая, что никто там меня не видит. И я уже прилетел в гостиницу в Уфу, и отжался последний там двадцать пять раз там. И я это сделал без прерыва, ну, как бы без прерыва, без срывов на протяжении ста одного дня. И в этом году я попытался сделать то же самое и слетел на семнадцатом дне. Поэтому, еще раз говорю, это нелегко. Поэтому я с удовольствием записал эти достижения. И так же, как, предположим, в прошлом году я обошел садовое кольцо по внутренней стороне за два часа сорок семь минут. Когда я был студентом, я обошел за три двадцать. И то ли Москва стала комфортнее с точки зрения развязки, то ли я научился быстро ходить, то ли мне повезло, потому что часто ты застреваешь на светофорах. И когда я написал пост, такие люди, все фигня, я сейчас тоже это сделаю. Все написали фигня, но никто не сумел пройти быстрее, чем я. Это нелегко. Реально, это, ну, такое серьезное достижение. Знаешь, я не говорю про то, что там прочитать там за год пятьсот пятьдесят три книги или написать десять книг за год. Это тоже такое достижение. Вот тогда к нам накрывает этот самозванец. Ты такой смотришь, ты же, блин, был тем редким топ-менеджером российским, который работал в Европе, отвечая за маркетинг в семьдесят четырех странах мира. Это же обалдеть, как круто. Или ты там сделал такое крутое издательство Манованов и Фербер, но кто есть не ты? Поэтому вот... А это обусловлено чем, вот как вы считаете? Психология чисто, ну, не знаю, такое. Воспитание. А оно же не у всех людей, я так понимаю, да? Нет, конечно. Некоторые люди прямо, они ничего не достигли, а у них такой эффект, как будто они короли мира. Я им завидую, честно говоря. И они там из... Вот, не знаю, из ничего, много шума из ничего. Тогда, когда ты реально достиженец... Я часто, когда работаю с другими людьми, говорю, почему мы про это не рассказываем? Почему люди про это не знают? Они такие, ну, мы там типа скромные, нам неудобно. Я обычно говорю, скромность украшает, когда нет других украшений. Поэтому это такая история, она на многих накрывает. Вот этот документ реально очень полезная штука. Заглядываешь в него, и такие, хоп, крылья за спиной. Игорь, а как вы к критике относитесь? Есть люди, которые очень часто вас критикуют? В юности я вообще сильно заводился. Меня, помню, жена все время успокаивала, что ты там не ведись на критику, ты как бы заводишься с полоборота. Сейчас немножко я, ну, остыл. Плюс сейчас в основном уже ругают в социальных сетях. В лицо мало кто тебе может что-то сказать. Я, в принципе, ничего плохого не делаю. А так в интернете любой человек может тебе написать что-нибудь-то, фигня полная или кто-то такой. Я просто баню этих людей и очень быстро их забываю. Ну, бывают какие-то негативные отзывы, там, два-три дня в голове крутятся и потом как бы стираются. А вот отзывы, допустим, по выходу новых книг есть отзывы, которые вот там, типа, ну, да, там, написал, ничего нового не написал, все просто, все понятно, типа, ребята, вообще не читайте, и все это бесполезно. Есть такое, но это обижает. Но с другой стороны, ты понимаешь, что человек, ну, предложил такой отзыв, я получил на книгу «Прайс-хаки». Мы написали книгу про то, как использовать манипуляции в ценообразовании, позволяющие продавать больше, быстрее, дороже. И кто-то тоже написал такой отзыв, просто высосанное из пальца, ничего нового, это все можно найти в интернете. Ну, во-первых, в интернете мы нашли где-то треть от того, что мы в книгу разместили. Потом мы это подали в таком формате, чтобы человек мог сразу выполнить это и понимать, через контрольные задания, подходит этот «Прайс-хак» ему или нет. То есть мы реально постарались. И когда человек говорит «Фигня, все это знаю», мы на двоих с трудом это как бы знали, еще там собирали по крупицам, еще многие нам тестеры предложили идеи. У нас сначала был 90, а потом стало 99 «Прайс-хаков». Когда человек такое пишет, ты понимаешь, что, ну, на самом деле он ни черта не знает, а просто он хочет таким образом поднять себя и опустить других. Поэтому, ну, критика – это такая история. Я обычно говорю, что нужно помнить вот эту арабскую поговорку «Собака лает, караван идет». Ты – караван. А вот если вот помните, мы вначале говорили про клиента-ориентированность. Да. Это же твои клиенты, ты должен на них ориентироваться. Это обратная связь. Вот эту обратную... Где вот эту... Где грань, где эту обратную связь ты должен использовать во благо для того, чтобы улучшать? И где банить, не обращать внимания, не послать, может быть? Смотрите, когда я делаю книгу, у меня есть уже традиция, на которую я закладываю около месяца. Я беру и рукопись книги, отсылаю примерно 30-100 читателям, которые готовы книгу разобрать по косточкам. Это очень требовательные читатели, которые, с одной стороны, получают привилегию вычитать книжку раньше, чем другие, но, с другой стороны, они меня мочат со страшной силой. Вот этих ребят я слушаю. А вот когда просто кто-то вот написал... А чем отличаются эти ребята, которых могут также критиковать? Потому что они читают... Альфа-читатели. И те, которые реально уже потом отзыв напишут. Ну, еще раз, есть все 100 человек, которых я очень уважаю, которые там прочитали не одну мою книгу. Да, они меня любят. Да, они там, не знаю, фанаты бренда. Хотя иногда они мочат. И, кстати, от них очень хорошие замечания, которые делают книгу лучше. Но это не обижает вас. Ну, и обижает. Конечно, но ты думаешь, блин, ну что ж ты так жестко написал? Или, может, было бы помягче? Ну, ты просто берешь и исправляешь. И даже потом им говоришь, ребят, спасибо большое за вашу критику. А вот когда человек просто... Ну, предложу, выложена книга в MyBook. И он такой, фигня полная. Ну, даже я больше чем уверен, что он это даже не читал. Не знаю, там открыл. Не читал, но осуждаю, да? Да, да, да. Посмотрел на содержание и сказал, что фу, я все знаю. Поэтому вот такие отзывы меня, ну, расстраивают, но ненадолго. Еще хочется поговорить чуть-чуть о таких более, может быть, важных вопросах, иногда, которые редко мы задумываемся. Вот о России, может быть, да, мы в этой стране живем. Вот в чем, на ваш взгляд, могла бы быть национальная идея России? Я вообще на самом деле не хочу работать с государством ни разу, но когда мы написали книгу «Правильный брендинг», она была ориентирована на личности, на продукты, на компании и в том числе на государство. Я сказал, что если вдруг кто-то из вас, из государственных служащих, будет читать нашу книгу, знайте, у нас очень большая проблема, у нас нет национальной мечты. И вот за создание национальной мечты я мог бы взяться. Вот это было бы мне единственное интересно. Потому что тогда, когда появляется национальная мечта, ну, предположим, у американцев раньше было дом, машина, собака. И вот Филипп Котлер мне рассказывал, что вот сейчас у Америки нет национальной мечты. И это трагедия. Потому что, ну, не может странно существовать без национальной мечты. У нас ее тоже нет. Вот все есть, а национальной мечты нет. Я еще раз не люблю работать с государством. Я стараюсь избегать всех государственных контрактов, редко выступаю перед госслужащими. Хотя я должен признаться, что, конечно, сейчас, особенно в Татарстане госслужащие, это прямо такое ощущение, что нету даже таких бизнесов, которые могли бы быть похожи на аппарат президента. Но вот я бы за эту задачу с удовольствием взялся. Потому что мне кажется, что это реально такой челлендж, придумать национальную мечту, которая сплотит нацию и заставит ее работать так, как она не работала раньше. У меня даже вот когда был, когда на нас возложили беспрецедентные санкции, у меня был такой пост, который мог бы претендовать на национальную мечту. Я сказал, что наш ответ на беспрецедентные санкции и беспрецедентно хорошо работать. Ну, просто русский человек может не очень любит работать. Поэтому как бы люди похлопали, сказали, что круто, но как бы девизом это ничем не стало. Ну, все-таки такие как бы вот бы нам щуку, вот бы она все сделала. Мы вот в этом направлении думаем. Еще хочется немножко в будущее заглянуть. Давайте. Вот на ваш взгляд, какой может быть, даже не как правильно сказать, какой может быть величайший враг будущего человечества? С чем мы можем столкнуться? Вот с тем, что мы, большинство из нас останется без работы. То есть останутся люди какого-то, ну, не знаю, там, даже вот если смотришь фантастические фильмы, я уже вижу, уже появляются роботы, сиделки, роботы-повары, роботы-уборщики. Уже даже сделали робота, который на такая вот работа, и ты думаешь, кто же этой работой занимается? Это чистка туалетов. И даже человек не нужен. Все это делают роботы. И вот я думаю, что, наверное, роботизация и искусственный интеллект это самые большие угрозы для человечества, потому что мы обленимся и не будем работать и очень быстро деградируем. Станем такими толстыми, лежащими в кроватях, играющими там в какие-то компьютеры, наблюдающие за какими-то виртуальными мирами, как-то виртуально путешествующими, но физически мы уже просто подняться из кроватки не сможем, не дай бог. У меня, просто, может, я пересмотрел фантастических фильмов, но что-то как-то вот у меня прям какая-то большая тревога по поводу будущего. Ну, согласитесь, мы все-таки деградируем. Дети не читают, взрослые не читают. Мы везде возлагаемся на смартфоны, на Яндекс, на Гугл, который нам все подарит, все. Ну, как бы сейчас, это же мы говорим, что высшее образование не нужно, зачем его получать? На самом деле, высшее образование должно создавать у нас правильный фундамент, правильное отношение к жизни. Ну, конечно, нужно вот в школу еще больше вкладываться. То есть, мне кажется, что в школе нужно учить не только математике, там, русскую музыку, литературе, но и там тем же самым хорошим манерам, каким-то вот вещам типа финансовой грамотности. Какая ваша идея счастья? Я думаю, что счастье это достижение целей. Человек счастлив тогда, ну, я, может быть, сам такой, я счастлив тогда, когда я цели достиг. Мне вот не нравятся всякие-то эти абстракции. Ну, мне нравилось еще такое определение, что я, не знаю, я его придумал, или, может быть, это откуда-то там из космоса я его там или из Яндекса нашел. Счастье – это отсутствие несчастья. Ну, оно такое абстрактное, понятное. Я иногда себя ловлю на мысли, что вот сейчас я счастлив. Ну, бывает так, не знаю, солнышко светит, ты едешь, и ты знаешь, там, родители здоровы, с бизнесом все хорошо, там, с семьей все хорошо. И ты такой думаешь, ну, я счастлив. Ну, это какое-то вот одномоментное ощущение, нету несчастья, и ты счастлив. Но мне кажется, что все-таки мое определение правильное, еще раз я повторю его, счастье – это максимальное достижение результатов. ты поставил перед собой какие-то цели, и ты их достиг. Счастье. Ну, нейробиологи скажут, что это просто гормоны, это эндорфины. Вы эндорфины, наверное, торчок, дофамин, сиротонин. Слов таких не знаю. Нет, вы, конечно, знаете слова. Эндорфины имеется в виду, когда ты достигатор, да, вот они достигают, и вот у них, знаете, вот они в этот момент счастливы. И вот они все время как-то имеют такую зависимость определенную. Да, да, да. Я признаюсь, я такой. Игорь, какой вопрос я не задал, но вы хотели, чтобы я задал. Слушайте, во-первых, я рад, я хочу сказать, что спасибо большое. Вы столько разных качественных вопросов позадавали с разных направлений, о том и о том, о том. Я давно не был на таком интервью, поэтому спасибо. Я бы не хотел еще что-то добавлять. Здорово.